Судя по всему, криминальная хроника команды ХЭ становится постоянной рубрикой наших выпусков. На минувшей неделе выяснилось, что история с осуждением вице-премьера правительства Беляева и министра строительства Кучербаева все еще не закончилась. Как и ожидалось, осужденные к шести годам лишения свободы Беляев и Кучербаев подали апелляцию в Верховный суд, требуя полной отмены приговора. Они вообще не признают своей вины ни в какой мере. В то же самое время прокуратура подала также апелляцию в Верховный суд, требуя увеличить сроки заключения для Беляева и Кучербаева. В общем, тут нам остается только запастись попкорном и понаблюдать, кто же кого сборит, слон или удав. А вот мэр Межгория, судя по всему бывший мэр теперь уже Межгория, Вячеслав Калугин, заключенный под стражу на время следствия, не смог добиться от суда послабления для себя, подав апелляцию по поводу меры пресечения. Он так и остался под арестом. Кстати говоря, Калугина обвиняют по статье 160-й части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, это присвоение денежных средств. По той же самой статье, по которой идет следствие в отношении должностных лиц Башспирта. Но, обратите внимание, почему-то по делу Башспирта, где речь идет о существенно больших суммах, там речь идет о 400 миллионах рублей, по этому делу, почему-то никто до сих пор не столуется в СИЗО, ни Сидякин, ни Нагуманов, ни Стрижнев, ни прочие топ-менеджеры Башспирта того времени, почему-то до сих пор не заключены под стражу. Согласитесь, какое-то избирательное правосудие. Мэр Межгория Калугин за миллион триста сидит, значит, на нарах, а эти ребята где-то на свободе и вкушают все блага цивилизации. А вот экс-топ-менеджер «Газпромнефтехим Салавата» Айрат Каримов, в отношении которого идет следствие о нарушениях в процессе приватизации базы отдыха, устами своего адвоката заявил о пропаже аж 48,5 миллионов рублей со своих кредитных карт, в то время, когда телефоны и кредитные карты были под контролем следователей МВД. Ну, это заявление адвоката Каримова и самого Каримова, и пока непонятно, так ли это на самом деле, или это всего лишь попытка дискредитировать следствие. Ну, как говорится, поживем-увидим. На минувшей неделе доблестная федеральная антимонопольная служба в республике Башкортостан в очередной раз пресекла очередной схематоз команды «Х». Отменено концессионное соглашение о модернизации системы отопления в городе Кумертау. В ходе оформления концессии были допущены грубые нарушения, а именно, не были проведены, собственно, конкурсные процедуры. То есть взяли и отдали концессию кому понравилось. А сама новая схема отопления города Кумертау, которую хотели реализовать, противоречит генплану города Кумертау. Что в итоге? В итоге Кумертау и бюджет республики Башкортостан не получают 1,2 млрд рублей от Фонда национального благосостояния. Ну, наверное, кто-нибудь другой получит. Может, Дагестан, может, еще кто-нибудь. В Кумертау народ, конечно, шепчется, что за всей этой схемой и за всем этим схематозом стоит экс-мэр Кумертау Афонин, но мы же с вами слухом не верим, правда?